Уважаемые руководцы нашей страны, сегодня я вынужден обратиться к вам, так как сложилась неуносимая ситуация первой городской клинической больницы номер один города Бишкек. Прежде чем обратиться к вам, я хочу сделать обращение к нашему населению. Не смотри на что, мы делаем свою работу, пальные наши начали выздоравливать, наши специалисты уже научились лечить пальных с коронавирусом, с пневмониями и так далее. Уже летальности меньше, и у нас получается. Но, к сожалению, из-за одного горя чиновника страдает вся наша работа. Не соблюдаются элементарные правила обсервации санэпид надзора. Потому что наши врачи каждый день сталкиваются в зоне так называемой обсервации, сталкиваются с людьми, которые проходят через наше здание, где мы находимся. Терапевтический корпус, рядом находящийся в частную клинику главного врача. Несмотря ни на какие наши предупреждения, что к нам подходить нельзя, в эту зону заходить нельзя. Вы, заходя сюда, заражаете от нас и нас подвергаете к опасности. В дни, когда вся страна борется с этой пандемией, когда каждый медицинский работник на весь золото. Из-за глупости и незнания элементарных правил эпидемиологии заражаются наши граждане, к сожалению, заражаются медицинские работники. Многие среди нас, находясь в так называемой обсервации, начали болеть. Температура, кашляют, поносят, и все это вынуждает меня напрямую обратиться к вам. Потому что я не могу выйти и поехать в министерство, я не знаю, еще куда-то. Потому что мы, специалисты, которые знаем, стараемся максимально соблюдать все меры предосторожности. Но нет, этот наш главный врач, не чтобы создать элементарные условия, препятствует нашей работе. Того уложи, этого не ложи. Какие-то записки нам пишут, с какими-то фамилиями. А люди у порога умирают наши больницы, не могут попасть к нам. Может, я сегодня эмоционально выступлю? Я лучше выступлю эмоционально, но вы узнаете всю правду. Все наши сотрудники, врачи, медсестры, санитарки боятся говорить правду в лицо этому горе-чиновнику. Потому что боятся потерять работу. Он грозится. Если мы скажем какие-то проблемы, которые существуют у нас, уволят нас с работы. Да, слава Богу, увольняй. Мы найдем себе работу. Ты заставляешь нас уйти, притесняешь тех специалистов, которые говорят вам всю правду в лицо. Нет, мы сейчас не уйдем. Назло вам. Мы профессионально будем выполнять свою работу. Будем вновь и вновь заходить в эту красную зону, в которую вы боитесь заходить. Сколько дней с этой бедой боремся, заходя вновь и вновь. А вы ни разу даже не удосужились туда зайти. Как вы будете корректировать нашу работу? Не знаю, что там внутри творится. Сидя у себя на джипе, с телефона в руках. Вы думаете, что получится вот так вот побороть нам? Совесть есть у вас? Совесть элементарная. Профессор называется. Главный анестезиолог, реаниматолог Республики. Когда каждый специалист на весь золото, реаниматологов не хватает. А вы сидите, направляя больных с вами в частную клинику. Когда найдитесь 15 лет, главный врач. Один раз его увольняли. Каким-то чудом, я не знаю, как все это делать. Я всю жизнь работаю главным врачом. Никогда не стремился какую-то должность занять. Всю жизнь оперирую. У меня отец-хирург. Занимался наукой. Являюсь доктором наук. Работаю. Несмотря ни на что. За мной заставляете следить наших же сотрудников. Что он делает, что он говорит. Совесть есть у вас? Из-за нехватки специалистов все наши сотрудники болеют. Приходится мне работать. Хотя я мог уйти. У меня отец-хирург. Ему 80 лет. Он групперистка. Заболел коронавирусом. Но я, видя ситуацию, в нашей клинике и в стране остался. надеюсь на профессионализм. Мои коллег в регионе, которые лечат моего отца. Заслуженного врача. Жена болеет у меня. Родная сестра. С 40 температурой дышать не могут. А мы работаем. Сегодня зашел. Говорим ему существующие проблемы. Он мне говорит, ты тогда иди домой. Как я пойду домой? Вы хоть понимаете элементарное слово? Обсервация. Когда ты раз зашел, ты не должен выходить. 14 дней работаешь. После 14 дней находишься в обсервации, чтобы других не заразить. Если бы мы все соблюдали весь режим, когда все наши граждане прилетали из-за рубежа, можно было бы их изолировать, создать человеческие условия, продержать там 14 дней, объяснить им, что наша страна не богатая, по крайней мере, создать более-менее человеческие условия в наших гражданах. Я уверен, они поняли бы. И они сидели бы там. А нет. Через 3 дня начали всех выпускать. И вот вам результат. Разъехались по регионам. И теперь вся страна болеет. и сейчас когда наше государство более-менее оправилось, когда нам все предоставило, все средства индивидуальной защиты, лекарства обеспечены, правительство и президент каждый день работает. все есть. Ты грамотно распредели эти средства индивидуальной защиты по размерам. Маски молодым девочкам даете вот такие маски. А нам взрослым мужикам вот такую малюченькую в такую жару в этой в маске дышать невозможно. Мы все в болячках. Очки протирают все наши лица. А ты нам не чтоб грамотно все сделать. Все права соблюдать. Заставляешь нас ложить. Того ложи, этого не ложи. Больные приходят, ломятся в дверь круглые сутки. Мы не можем их принять. Строго по показаниям. Кого надо сразу заводить в реанимационное отделение. Кого подключать кислороду нет. Приходится заниматься вашими записками. Есть такое понятие, если вы не знаете, сортировка. Уже медицинский вуз заканчивали. Профессор хренов извиняюсь за такое выражение. Очень извиняюсь. интеллигентный мужчина. Вот так буду говорить. Есть элементарные правила. Ты по крайней мере сиди у себя на джипе с телефоном или у себя в кабинете. Пей кофе и не мешай нам простым хирургом, терапевтом, невропатологом, кардиологом, ординатором нашим бедным, студентом старших курсов работать и делать свою работу. Мы научились лечить эту заразу. У нас получается смертности от этой болезни все меньше и меньше. Мы знаем, когда может нас убить дыхатель и недостаток здесь. Когда надо брать больных искусств вентиляции легких. кислород. Когда надо подключить кислородный аппарат. А вы все мешаете нам. Еще называется профессор главный анестезиолог, реаниматолог республики. Если вы такой громотей руководитель, который 15 лет занимает эту должность, один раз уволился, не знаю, каким-то чудом восстановился. Ты один раз, один раз за эти дни зайди в красную зону, посмотри, что там творится. Как люди там мучаются, хватает ртом воздух, а мы бессиль стоим. Я прошу вас, не мешайте нам. Мы сами что-то сделаем. все у нас есть и питание. Спасибо нашим волонтерам, которые днем и ночью нам помогают едой, мыломоющими средствами, элементарными черными этими ликопластырями, которые вы таритесь в кабинете и не выдаете. Зачем вам столько ликопластыров держать? Ну, выдай врачам. Если я голословен, у меня есть все видеозаписи, все то беспредел, которое творится в нашей больнице. Я все покажу соответственно органам. Уже просто сил нет. Ну, элементарно, зону обсервации не надо к нам пускать людей, просто граждан. Они через нас проходят вашу частную клинику толпами. сами заражаясь и нас подвергая опасности. Многие наши сотрудники болеют, температурят, кашляют, поносят. элементарную сортировку. Знаешь, уважаемый господин Бушкоев, здесь нас больше шесть тысяч человек. Один заболел. Изолируй нашего сотрудника или сотрудницу. если не хватает помещений, мы будем ютиться в маленькой комнате. По 7-8 человек будем спать, сидеть. Мы на это согласны. мы можем на улице сидеть на скамейке, чтобы хотя бы дать возможность болеющим нашим сотрудникам изолироваться от нас. Элементарно не можешь нашим болеющим сотрудникам выдать элементарные лекарства. мы сами скидываемся, покупаем нашим болеющим сотрудникам лекарства и мы сами их лечим. Но совесть должна быть у таких хабук. Ты когда на ессе, скажи мне, частную клинику построил хромы элитки рядом с больницей хорому построил. Ну, сколько тебя можно? Ну, я не знаю. Ну, по крайней мере, я не знаю, кто это решает, как такие люди становятся руководителями, сидят годами, штаны протирают. Дышать не могу я уже. хрен собачий. Так что, извиняюсь за эмоции, уважаемые, волонтеры, у меня к вам одна просьба есть и всем нашим гражданам. Спасибо вам за помощь. Но если руководство нашей клиники не может вам элементарно грамотно простыми словами объяснить правила обсервации, тогда я вам постараюсь грамотно объяснить в трех словах. Вы нам приносите еду, мыломоющие средства, элементарный пластырь, вату, не заходите в нашу больницу. Я сегодня постараюсь одного сотрудника по очереди одеть. Вы звоните, мой номер 0555 26 65 90 Ибраимов Дуэлют Пексид Акумич меня зовут. Звоните мой номер, если я зайду в красную зону, оставлю телефон нашим сотрудникам, они вас встретят полностью одеты, на расстоянии к нашим врачам не подходите, напротив в больницу оставите все то, что вы принесли и мы сами занесем. Мы грамотно распределим налево на базаре, я не знаю, куда-то никто продавать не будет, это я вам лично обещаю. Мы сами все это сделаем. Мы научились, я же вам говорю, мы научились лечить, несмотря что мы хирурги. Все у нас получается. куда я беруся в ближайшие дни летальность совсем будет мало. Главное отгородите от этих горе чиновников, пускай они по крайней мере нам не мешают. Те люди, которые элементарно боятся зайти в красную зону, а санитары, которым пошли сейчас 65 лет, медсестры, запускают туда вновь и вновь. Что от этих людей можно ожидать? Мы хирурги, мы знаем, что это такое. По 8-12 часов стоим на операции, мы выдержим, но пожале наших матерей. Мы сами распределим, кому как, когда надо заходить. Не в зару 65-летнюю медсестру или санитарку пускать в обеденное время. Пускай они заходят после обеденное время. Элементарно не можете поставить нам душевую кабину в течение 4-х дней потные. Выходим с красной зоны, а там нету горячей воды. Мылись под холодной водой. Теперь, видите, хрипим, а нам еще в этом дышать через эту мажку. Элементарно говорим о сифровизации. мы сейчас отменили ручное оформление истории болезни. Электронно пытаемся оформлять. Но как мы будем оформлять компьютер, если он элементарно один компьютер в одном отделении не работает? Как мы будем корректировать, друг другу передавать? Какая динамика у больного? Как откорректировать лечение? Вместо того, чтобы быстренько выйти, отдохнуть и обратно зайти, мы подчас сидим и объясняем друг другу. В одном отделе 53 человека лежат, и каждому хотя бы минут 5-10 надо уделить, чтобы зашедшему сотруднику объяснить, как и что надо делать. так еще раз извиняюсь за такое эмоциональное выступление. Вы не думаете, что там врачи, медицинский персонал в этой городской больнице только заняты интригой. Нет. Больные вовремя все получают. Больные здесь не страдают. Максимально стараемся кого надо брать, брать. сортируем сами. Так что насчет больных не переживайте, уважаемые граждане. Лечебная работа не страдает, а просто элементарная организация работы страдает из-за одного чинуша. Все у нас есть. Государство всем нам обеспечивает. Доги думают, что у нас ничего нет. Все у нас есть. Просто элементарно, грамотно надо распределить правительную сортировку. Элементарные правила соблюдать. санэпиднадзора и у нас все получим, мы знаем, мы уверены, что победим. Так что много не буду отнимать ваше время. Спасибо, что вы слушали. Берегите себя, одевайте маски, перчатки, старайтесь никуда не выходить. понимая у всех дела, все стоит, заработка нет, но добавьте, жизнь важнее, всех этих денег, всех этих богатств, будет время и все вы заработаете. Все эти машины, особняки, наверное, мы все умрем. Затем нам машина и стать в особняке. Здоровье важнее, берегите себя, говорите соседям, родственникам, что ситуация с этим коронавирусом очень плачевная. если мы объединимся, все у нас получится. Есть у нас специалисты, которым никакая должность не нужна. Работая простыми врачами, мы справимся. Так что спасибо, что уделили мне внимание. Еще раз прошу за такое эмоциональное выступление. Берегите себя, своих близких, все у нас получится, им обязательно победим. Спасибо вам большое.